Мария Египетская Мария Египетская — это святая. Мария Египетская в детстве, в 12 лет, сбежала из дома, потому что ей не нравились родители. Потому что ей показалось, что наказы родителей и их правила очень строгие, и она от них ушла. В 17 лет она жила в развлечениях. Она вела блуднический образ жизни и соблазняла мужчин. И один раз, когда многие люди собрались, чтобы уехать в Иерусалим, она решила поехать с ними, потому что думала, что там будет много веселья. И она тоже села в корабль, и она думала, что они куда-то едут веселяться. Но на самом деле они ехали в храм. Ехала она с паломниками, и даже их она соблазняла. Потом все вместе они куда-то пошли. Но увидела, что они пришли в храм. Мария Египетская подумала, что же они туда идут? Что там такого интересного? Она решила тоже туда зайти. И она не смогла в него зайти. Будто стена перед ней встала, и никак она не могла пройти. И тут она поняла, что Бог существует, и Он не дает ей пройти. И она поняла, что это ее грехи не пускают ее туда. Потом она увидела перед собой икону Божьей Матери. И начала ей молиться и умолять. И сказала, Божья Матерь, пожалуйста, впусти меня. Я раскаюсь и больше так не буду. И она так молилась, что она почувствовала, что может пройти. И она прошла и вышла добрым, нормальным человеком. Затем она пошла в пустыню и прожила там 50 лет. Вела она там аскетический образ жизни. Очень мало ела и очень много молилась. Она скиталась по этой пустыне. В это время жил старец по имени Зосима. Каждый год разные старцы отправлялись на время Великого Поста в пустыню. И пришел его черед. Он отправился в пустыню. В пустыню он увидел Марию и очень удивился. И он за ней пошел. А она ушла от него. И тут вдруг она поняла, что он все время идет за ней. И сказал ему, Зосима, не следуй за мной. Я нага. Если хочешь ты меня увидеть, то дай плащ свой. Он дал свой плащ. Она рассказала ему свою историю. Сказала, что я очень грешная. Он не знал, кто она. А Мария знала, кто это. Тогда он предложил ей вместе помолиться. Когда они вместе молились, она поднялась в воздух на локоть. Зосима удивился, потому что обычный человек, когда молится, не поднимается в воздух. И тогда Мария сказала ему, я думала, что это все так делают, когда молятся. Тогда Зосима понял, что перед ним Великая Подвижница. Мария попросила Зосиму в следующий четверг прийти к Иордану, чтобы тот причастил ее. И так и произошло. Но Зосима очень сильно заболел, как и сказала ему Мария. Потом, когда он выздоровел в четверг, он пришел к реке Иордан и увидел на другой стороне Марию. Она перешла в воду Иордана, как посуху. И он причастил ее, и тогда сказала она, «В следующий пост, когда будешь приходить, приходи на то же самое место, где мы с тобой в первый раз встречались». Так и произошло. Зосима пошел к тому самому месту и увидел Марию мертвой. И там была надпись, которую оставила Мария. «Погреби мое тело прямо здесь». Он хотел так сделать, но он не знал, как выкопать в земле яму. И тогда вышел лев и своими когтистыми лапами откопал яму. Так Зосима и похоронил Марию. Потом, когда он вернулся в свой обитель, он рассказал всем про святую Марию и как она из блуднического образа жизни, по милости Божьей, стала святой. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...